видео нас минут ехать на машине ни в коем случае общественным транспортом нельзя это небезопасно поэтому специально для этого я снимаю на сутки honda кстати кадры оттуда хесу снимал для своего канала но любезно поделился со мной за что ему огромное спасибо и значение кельсингтон это был город который был основан в первой половине 18 ок ну ладно придуманная херня автобуса по первому впечатлению филадельфия симпатичного реально видели ли вы когда-нибудь преисподнюю вот это вход в нее местное метро она почему-то называется септа в метро нас уже встречает алё блять петров она почему-то называется септа уже встречает интересный спускаемся но здесь она конечно грязная пиздец слушай в отличие от нью-йорка здесь хотя бы лифты есть в метро там их вообще нет лифты сейчас будем смотреть как выглядит я тогда хотел поправить ну думаю ладно похуй видео снимает все так платформа наверное будет лучше чем все остальное не буду тебя поправить нет не лучше я вот не знаю все говорят про грязь нью-йорковского метро просто потому что она банально популярна и много еще у меня привод канале есть кусочек этого первой станции на которой мы были мало сняла нью-йорка сравняться по засранности ну и судя по тому как здесь мало людей лад похуй все равно это все уже видели руслан багажник спасибо где вы реально хотите чтоб я посмотрел серьезно вот это видео да и я могу мне как ну чё она не особо развита это метро тогда надо сначала смотреть как и обещал в прошлом видео следующее видео будет не из европы я только что вернулся из сша я заново посетил нью-йорк и кто-то скажет лёша но ты там уже был ты нет не был уши спасибо за переподписку 8 месяцев 4 видео снял что еще можно снимать там господа про нью-йорк можно снимать всегда это бесконечный город это огромная я в река смотрю столица мира вниз ахуели блядь сказать варить и убегай наперед не все вы сами сами взгляд ряда все близко и теперь я буду смотреть его года произошло мне помнишь жива ли кажется жить будет я буду смотреть но это видео не про неё я про филадельфию что находится в двух часах езды от нью-йорка на автобусе это чё за хуйня таверлин спасибо чё за хуйня а если единственный у вас ассоциируется филадельфия это со сливочным это досаднейший недоразумение три года ребят вот так не делали чтобы можно было включить его видео и так спокойно смотреть на все это на его лицо блять не я сегодня исправлю что забавно это придумали не филадельфии а в нью-йорке еще два века назад назвали его в честь города если что осуждаю так на будущее ровался с качественной крутой кухней но спирт что получилось что она менять иисуса который со мной путешествовал этот город произвел неожиданно приятное впечатление все потому что произошел контраст ожиданий неожиданное приятное впечатление на меня произвел твич сегодня а еще было бы неожиданно и приятно если бы этот товарищ сука вернулся в америку а то чё сейчас разбанили а сам съебался блять а так могли сейчас и рл вместе стремить но сейчас прям сейчас не надо возвращаться конечно потому что холодно очень в америке вот ну вот в марте я думаю было бы самое овощи классно реальности мы ехали с целью поглядеть буквально на притон под открытым небом но все оказалось совершенно иначе а чем это я не раз не хватало ебать напарника не хватало мне всегда для рл стримов здесь в америке чтобы кто-то меня снимал или там еще кто-то что-то говорил и вы сразу ведете в поиск ютуба филадельфия притом без разницы на каком языке то 99 из 100 видосов будут содержать себе одну и ту же превьюшку где будут изображены наркоманы бомжи все все это дело в том что в этом городе действий доля алексея блять выпускает видео где на превью ставить ставить ставит кого правильно бомжа и наркомана видео про филадельфии на есть не самые благополучные районы я сам хотел сюда приехать весь этот бомбол бы поснимать но понял это нас собака десуса и vgn если сегодня не будет мира наизнанку с алиной йорды и всем жирную котлету и фактически делаем с тобой что-то бегал не оригинально оригинальное снять нормальное видео притом если вы попробуете найти нормальное видео из филадельфии его нет 23 видоса на поле воде обидно что вокруг этого не выёбывайся а то я ты бля здесь живу я сейчас поеду туда и сниму видео покруче твоего города такая ужача плюс то я не понял охуели астная репутация это не какой-то провинциальный городок это вполне себе мегаполис небос мир наизнанку блять чем вам это мир не наизнанку такой же мир наизнанку в данном случае америка наизнанку с кучей ресторанов кафе своим участием еще к тому же масса интереснейших памятников архитектуры и не просто я считаю что это куда интереснее чем мир наизнанку потому что во-первых мир наизнанку я как уже сказал охуели они банят блять мои видео на ютюбе мои реакции пошли нахуй в таком случае я на них обижены если что прям пиздец как жестко первый город за очень время где я это первое второе алинарин проходит dying light 2 а знаете почему а знать почему а потому что и так хочется потому что филадельфия и я не преувеличиваю длилось да спасибо злая хозяйка и химизу спасибо за переподписку это что блять это подписка сразу на полгода город в истории соединенных штатов америки настоящая волшебная палочка нашего для саласина времени а я гарри поттер это главная банкнота саянал мою нет никого и в принципе это главный банкнота в мире я надеюсь вы не будете со мной спорить к чему я веду то что главная банкнота сша полностью вся в отсылках на филадельфию ну во первых самая банальная на ней изображен франк так у него 100 и что и чё блять лован спасибо уху лет ли спасибо за вот песка платный еще и быть у тебя 50 50 да у меня да у меня 50 да ну да 50 а вот так 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 а так все блять а еще внезнаешь знать что есть дальше мне есть Тут только не завидуйте Только Нет Не надо, давайте только не завидуйте У меня Есть 10 гривен Ну ладно, ладно, ладно Вот теперь реально не завидуйте У меня есть 200 тенге Спасибо У-у-у, Белл, я-я-я-я Кичишься долларами своими Мы тут на заводах и пашем ежедневно Без выходных, а ты тут А я тут, и че? Спасибо Спасибо Ку-ку, Суси, спасибо за переподписку к 100 И Рию Гию Спасибо тебе тоже за новую платную подписку Вся его личная и политическая карьера была сделана в Филадельфии К фронтальной стороне мы еще вернемся На задней у нас изображен Индепенденц Холл Наверняка, как лошади мужиков Приняли документ Или что, ну ладно Большая часть из которых Стеклами в музеи и на ваших купюрах А, да? Огромное, кстати, мне спасибо, да? Вот эти даже ссылки на телеграм-канал здесь На мой телеграм-канал На который надо подписаться, да Изначально Кенсингтон это был город, который был основан в первой половине 18 века Но позже город присоединился к Филадельфии и стал ее районом Суть в том, что... Кстати, поздравляю! 110 тысяч подписчиков в телеграме Мы наконец-то... ...настигли этого уровня ...настигли этого уровня Изначально его населял рабочий класс Рыбаки, судостроители Знать здесь никогда не жила Но самая кромешная жуть в истории этого района Началась... Ты че нет-то, а? Мегон, спасибо ...в второй половине 20 века Это период деиндустриализации Закрывались фабрики, заводы Что привело к безработице, к экономическому складу Шевцов разванили, да Это просто идеальная почва для продажи веществ В 80-х годах прошлого века этот район... Да вы заебали сын Байденом с памятью же, сука Вижу, все, вижу, хватит Не смешно нихуя По этому району они толкали мет Но времена меняются и поменялся Кенсингтон Никакого больше мета Теперь только латиноамериканский снежок Но говорят, что из-за того, что здесь гигантский спрос И гигантская конкуренция дилеров друг с другом Здесь одна из самых низких цен на вещества Что и стало причиной того, что здесь столько паломников Но, к сожалению, это все путешественники Которые не покупают обратный билет Бля, идет какой Он пока трет Бля, сейчас мы что-то быстро исправим Американ Дрим Да, вот, блядь, Америка заняла Конечно, страшно снимать Это Байден нам специально сказал Ну, заедите в этот район тоже, поснимите грязи немного Ну, чтобы уж совсем не палевно было И мы такие, ну, ладно Что тут самое смешное Что у кого-то здесь бизнеса То есть они как-то, блядь, существуют У них какая-то клиентура Мне нравится, как они уходят Вот в таком вот согнутом состоянии Чисто знак вопроса такой Идет И у тебя реально много вопросов Типа, а как вообще такое возможно Вот Чтобы люди так в открытую Такой хуйней занимались Ну, вот такая вот и клиентура Как же им холодом У них так жалко Вот еще один ля идет, блядь Черепаха Блядь, вообще накрылся Непонятно чем уходит Слушай, ты, блядь, в этот мороз-то Погуляй сам Ну, я погулял, что-то не особо Он накрылся не только одеялом, если что Он давно накрылся другим Фу, сколько тут грязи, мусора Вот, смотри, смотри, смотри Смотри, 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 смотри Согнутый стой Баба, я боюсь Как знак вопроса Хороший парк Можно погулять с детьми Слушай, в этом районе реально Очень много вопросов Слушай, в этом районе машины стоят лучше, чем у нас Бизнес-класс ЖК Нифига не там А, вот это сейчас будет быковать, по-моему Если я не ошибаюсь Они в этой бочке, блядь Знаете, как вот я видел такое В каких-то фильмах Где там Какая-то депрессия Знаете, эти районы, блядь И там стоят, типа, бомжи И в бочке огонь горит Они такие греются Вот здесь такая шкуня Там костер жгут Идри Что тебе? Да Мне факт И там, короче, я тут вот повернулся Вот мужик Что тебе? Там костер Я не знаю, он как будто почувствовал Опа Поворачивается И начинает, типа, рукой махать И что-то кричать О, ля-ля-ля Идри Что тебе? Да Он мне факт показывает Да? Да Он мне факт показал И у вас вопрос Я вам Неужели государство с этим ничего не делает? Да, они полностью расписались в своем бессилии Дилеров ловить бессмысленно Поймаешь одного, придет новый, другой Да, в этом районе много коповских машин Но на их глазах как принимают, так и продают Они начнут действовать максимум, если при них будут взламывать чью-то машину А тут это делается часто Выбивают стекло, вытаскивают какие-то вещи или какие-то запчасти Продают и покупают на них дозу Слушай, как будто на Брайтон, блядь Ну да, есть что-то похоже Только у нас на Брайтоне беляшами торгуют Чебуреками, а здесь наркотиками О, ой, идет, идет, идет Для русского, блядь, чебурек берешь как наркотик Причем похож на типичного гопника, знаете, из России Вадидасе такой, типа, эй, ёпта, есть что, блядь? Ты готовился что ли, не пойму, чешо Дааааа Бля, какой ля Бля, ля, ска идет, идет, блядь Мелость, мелость стрелять Чисто гопник такой, ёпта Ааааа Че за хуйня я не понял Чешо, блядь Повторяет за мной шут Ну еще один Они здесь все в масках ходят Заметь, даже тут наркологи ходят в масках Готовился Это под кайфом там впереди, да? О, сгибается На самом деле здесь нет чего-то веселого, а угарчик, вы посмотрите, это трагическое зрелище. По сути, это живые мертвецы, им всем осталось недолго. Никто из них больше никогда не вернется к нормальной жизни, это невозможно. Бывших, за редким, конечно, исключением, но не бывает. Этот район прекрасно иллюстрирует судьбу тех, кто решил с этим делом поиграться. Я показываю эти кадры не для того, чтобы посмеяться, а потому что доставки к веществам у даже нашей молодежи, ну, очень простой. У нас это тоже есть, просто у нас эти люди сидят по домам. Просто американское общество чуть меньше их стигматизирует, и поэтому они выходят на улицу. Вещества, легкие, средние, тяжелые, абсолютно все это совершенное зло. Большинство из тех скрюченных, словно знак вопроса на ваших экранах, они все начинали баловаться с травки или с алкоголя, потом им хотелось чего-то повеселее. И вот они теперь здесь. Так что, ребята, алкоголь не употребляем, траву не курим. Вышли мы из автобуса. А то окажетесь в Филадельфии. По первому впечатлению, Филадельфия симпатично выглядит. Видели ли вы когда-нибудь преисподнюю? Вот это вход в нее. Местное метро. Оно почему-то называется Септа. В метро нас уже встречает... Так, это мы видели. Контингент интересный. Может чуть-чуть перемотать. Не лучше. Алло, блядь. Много людей знают про Нью-Йорк. Манцы Нью-Йорк не особо раз... Троп, походу. Вот здесь масло на веру. Без понятия, но... Такое встречаю впервые, если честно. Крайне комфортабельные места. Весьма-весьма. Это чел. Это чел. Видели ли вы? Да. Тут, кажется, колесу не хватает немножко велосипеда. Здесь не хватает сидения. А может это тот чел, который на колесе катается? Знаете, есть такие велосипеды? Одноколесные. Я не знаю, как они называются. Здесь велосипеды можно оставлять. Специально отведенные приносы. Ну, в цирке еще их используют. Но небезопасно. Хотя, кстати, насосик сделали. Моноцикл? Аптоматы не принимают Apple Play. Только карты и деньги. Ёб твою ма. Это че такое, блин? Это Филадельфия. Потрясающе. Это подземный отель называется. Отель в метро. О, что? Вот есть, например, отели, которые в аэропорту. Как они там. Капсульные, короче. А это че, в метро? Бро, нас сейчас отхуярят здесь. Слушай, по-моему, мы в Кенсингтон приехали уже, как-нибудь. Ёб твою мать. Так. Бро. А мы точно как бы не в Кенсингтон? Уже приехали. Это с другой стороны? Давай вот лифт, лифт. Да вот лифт. На него я садимся. Ёжик. Ёжик. Тут все в моче, чтобы вы понимали. Вот это вот все обоссанное. Это с другой стороны. И там так воняет мочой. Просто настолько, что, мне кажется, даже если ты, например, переболел короной и у тебя пропали запахи, если ты зайдешь в этот лифт, все, тебя сразу пробьет. Просто ты начнешь все чувствовать в эту же секунду. Вот лифт, лифт, да вот лифт. На него я садимся. Ну, видите, вот моча. Это моча, чтобы вы понимали. Ля. Вот тут все обоссанное. Фу, блядь. Ёжик. Я вспоминаю этот... Ой, там так воняет. Давай нажимай, я все время нажимаю. Вы видите, вот здесь все обоссанное. Зачем протекало все из канализации. Ёжик. Так, и теперь осталось сюда добраться. Тут надо как-то мочу перепрыгнуть. Блядь, ну и сука. Нажимай, блядь, я не понимаю. На С нажимай. Фу, как воняет-то. Блядь, воняет. Че за хуйня? Пиздец воняет, сука. Это вообще жесть. Ааа. Фу, как будто тысяча собак нассали в этот лифт. Ааа, блядь. Ааа, блядь. Пожалуйста. Мы причем даже не наигрываем. Это реально настолько хуево было. То есть нам прям, знаете, вот эта вот соль от мочи, которая... Она прям в нос тебе дает и откладывается у тебя в носу. Ты прям чувствуешь эту мочевую соль у тебя в носу. После этого запаха. Реально. Стреляй нахуй. Быстрее, пожалуйста. А все похуй, никто вообще не моет эти лифты. Сука. Зато, когда выходишь из лифта... Сука, как же ты понимаешь. Ты попадаешь. О, кстати, красиво. Ты попадаешь вот сюда. То есть такой жесткий контраст. Вроде только что в саках был, а тут бац. Слушай, реально красиво. Бля, реально красиво. Красиво. А вот теперь, где вы это. Нифига. И все. И про мочи уже все забыли. Нравится. Уже как-то и похуй на мочи. Можно и потерпеть ради такого. Слушайте, вы уходите из метро и прям совершенно другая вселенная. Городок ухожен еще в Нью-Йорк, если честно. По первым впечатлениям. И он гораздо меньше заметил. То есть уже улицы, меньше трафика, меньше людей. Прикольно. Хотим выбросить наши вещи в гостиницу, пойти гулять. Вон, собственно, она там находится. Кому интересно, в сравнении с Нью-Йорком Филадельфия бесплатная. Потому что три дня в центре города, в даунтауне, стоила 330 долларов четырехзвездочная гостиница. Это нихуя по сравнению с Нью-Йорком. Такое все уютненькое, маленькое. Прям как мой писюн. Узненькое такое все. Как твоя жопа. Ну ладно, это уже не про твою жопу. Старую, да. Не понял, блядь. В филадельфии между зданиями есть пространство. И между ними находятся альфаторы, мусор, который вывозят. Вот, видите, между каждым зданием есть это пространство. В Нью-Йорке таких пространств нет. Из-за этого там мусор кидают. зданием есть это пространство в нью-йорке нет из-за этого там мусор кидаю на пешеходный тротуар поэтому в нью-йорке кажется что так многому не знаю зачем уставил варил ножка ошибочный спроектирован был понял тебя лекция по урбанистики истории нифига тут что тоже паровое отопление что ли потом его вроде нас послал но он что-то вырезала как в нью-йорке было прикиньте какой колхоз вот такая труба стоит и херачит паром просто в публичном месте он везде парковочки вообще да и есть вы заметите все эти переулки они очень грязные потому что они предназначены то они очень популярны в боевиках только для вывозки мусора или в триллерах или в ужасах я меду фильмов поэтому тут как жокера в таком от обычно всякие криминальные штучки происходят зато здесь на тротуарах чистота и вот выбирайте что лучше и я там достаточно аккуратный город не так а пока что вот меня пока наунтаун уходим до сушить и величина и строение безумно красивая очень красивая очень спасибо да за первый час чтобы в город я вам отвечаю лёль а вам не видно сидит бомжей встретили больше чем в нью-йорке за неделю кстати в принципе бомжей по моим ощущениям в нью-йорке стала меньше некоторые говорят что замерзли они бомжи были выплатили неплохие пособия и они уехали на лето в лос-анджелес и там охуеть вот представьте да бомж 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 блядь живет в нью-йорке такой так ну на зиму я поеду лос-анджелес нет бабла выплатили буду там чили тем временем бомжи в россии с одного подъезда в другой блядь переезжают америка это вполне реально филадельфии же все наоборот в метро потому что сейчас зима их очень много они там греются сумасшедших из них тоже немало пофу сразу ариу да нет надо пиздуй давай деньги дай ему ведь какое классный хороший добрый человеку сдонатил пару баксов дать нормальный микрофон чё за хуйня немножечко об истории филадельфия на ой сейчас духота будет предлагает этот момент скипнуть или вам интересно безумно романтичная по-настоящему американская в ней воедино сплетаются дух свободы равенство веры братства всего этого у филадельфии есть 2 названия первое город квак от эксперт по филадельфиров хвакеры ты еще hockey и к sair-то те кто в couple играет все проросло леди поля пасите большой за 7-ти переподписки коммерч спасибо тебе тоже большое за переподписку полгода вэрд бамбле биги спасибо тебе также большое за переподписку бхо у баба пасите и тоже большое за переподписку Хэвера НМК, спасибо тебе тоже большое за переподписку Мамонтит, спасибо тебе тоже большое за переподписку Иридиум Вайт, спасибо тебе тоже большое за переподписку Еще одно из многочисленных Направлений протестантизма Оно появилось в Англии в годы английской революции В 17 веке, самое явное их отличие От других христиан, это полное равенство людей Именно поэтому священнослужителями У них могут быть женщины Что очень нетипично для христиан Насколько я понял, у квакеров нет пасторов Бля, че перди, что нахуй Чатик, привет Кес приятного стрима Гореакцию на Йенни Соло меньше чем-то Да нахер оно мне надо, это Йенни еще Не хочу никакую реакцию делать Тебе, конечно, спасибо, но Но нет, уробы Спасибо тебе тоже за 100 рублей Спасибо Они молятся молча, они все пацифисты Они занимаются благотворительностью Притом, да хватит Я в сортире видела таких знаменитостей, как Някоглай Лаймбони, спасибо Не на словах, они успели дважды появиться В истории России Во-первых, в Англии у них был огромный благотворительный фонд Который помогал странам, которые пострадали Во время Первой мировой войны И Россия получала от них эту помощь Также во время печально известного голода в Поволжье Они тоже помогали Но это все двадцатый век, когда квакерем Разоблачение снега, глайн будешь? Дааааа Всем смерть, спасибо Могут быть в Англии, потому что Англия стала религиозно терпимой страной Всего охуели Че мне нравится? За свои взгляды в родной Англии они преследовались И в поисках лучшей и безопасной жизни Они бежали на новый свет И одним из таких квакеров был Уильям Фалл, город Филадельфия С греческого это переводится как Братская любовь И на новой земле... Лан, скиф, скиф, скиф Перед вами Вам все равно неинтересно, реально Это вот история города Это ладно, мне интересно Я живу недалеко от Филадельфии А вы, кто живет так далеко Вам какая разница? Вот похуй Структуры Филадельфии... Вот историю Самары или там у Сургута, например, послушайте Это вот это интересно Очень похоже на другие крупные города Америки В центре у нас находятся даунтаун, небоскребы, рестораны Сравнивая даунтаун Филадельфии и Нью-Йорка Их нельзя сравнивать, потому что Филадельфийский Он очень уютный Он маленький, компактный О чем говорить, если на большинстве... Прям как... Ладно Улиц в центре одностороннее движение Такого нет на Манхэттене Хочется отметить, что он очень чистый Кроме этих переулков, которые прям для мус... Я, конечно, не каждый день доначу Но не пропускаю ни один твой стрим Точка, спасибо тебе Спасибо тебе, убийца Гулиафа, нихуя себе не к ним Мусора только используется Спустя два дня я пришел к следующей мысли Что в Нью-Йорке в плане мусора все лучше, чем здесь Несмотря на то, что здесь как бы мусор спрятан В этом-то как раз и проблема Мусора здесь еще больше Потому что тут специальная территория Огромная свалка Через каждые, там, я не знаю, 10-20 метров Если в Нью-Йорке выкидывают мусор на тротуары Он там лежит аккуратно в пакетиках Его быстро вывозят То здесь он складируется И только он здесь складируется Именно поэтому все эти переулки Здесь происходят разбойные нападения Крабежи Бля, я не понимаю, вроде ничего особенного Но почему-то все эти переулки Да и вообще в целом Большинство улиц Америки Выглядят реально как-то нахуй атмосферно Это я не понимаю, почему это За счет того, что Мы фильмы, блядь, американские пересмотрели Или что, или как, или почему Я не понимаю, реально Вот так смотришь и думаешь Бля, нихуя себе круто, круто Жутко воняет Хочешь сразу фоточку сделать какую-нибудь Заснять видосик, блядь Мусором и здесь везде грязь Потому что это по сути Причем, ну ладно, там как бы фильмы Вот там реально вот Какой-то, как будто бы Я не знаю, фильтр наложили Прям тебе на глаза Все так необычно выглядит Я хз Территория для грязи, для мусора Атмосфера есть какая-то своя Это все вытяжки Здесь воняет кухня Потому что все кухни выветривают сюда Короче, все вот эти переулки Это тупо одна Огромная свалка Но буквально две минуты на машине Прямо как мой канал Пять на автобусе И начинается одноэтажная Америка Ну, точнее, двухэтажная И вот то, что сейчас перед вами Так выглядит 90% Филадельфии Так выглядят хорошие районы Так выглядят плохие районы Единственная разница в том, что в плохих Бля, знаете, что я хочу? А знаете, что я хочу? А знаете, что я хочу? А я здесь Есть решетки В хороших их нет Одинаковые дома Что в хороших Что в плохих районах Разница лишь в том, что Состояние домов Фасадов В хороших районах Лучше, чем в плохих Это все Вон там Даунтаун Небоскребы А вот здесь Настоящая Филадельфия Где живут обычные Филадельфийцы Полагаю, так? Те тут Везде решетки На зданиях Хороший признак Где-где Комната охраны А там нет Видимо, там район получше Вот шутки шутками Но в Америке Порой бывает так Что Один район очень хороший Другой район очень плохой И между ними Какая-то невидимая стена Буквально в пару метров Не знаю Вот эти все домики Они такие хлюпенькие Не то, что у нас Массивный Бетон Кирпич А в большей степени Это все облицовочный кирпич Я, кстати, обалдел Когда увидел Что в Лос-Анджелесе Там дома Современные Новые новостройки С паркингами Делают из Дерева Вот просто посмотрите На качество строительства Потрясающе Я там тоже пытался Что-то снимать Какой-то блок Блять Но у меня нихуя нормально Не вышло Потому что Большую часть Я болел Короной И даже Не думал, что это корона Мне казалось Это обычная простуда А я вот той короной Болел, ебать, долбай Такое качество Вот так они строят Тупо Это даже не дерево Это опилки Дом из опилков Не похоже Филадельфия На Нью-Йорк Из которого мы приехали Вообще ни разу А кому интересно Я сейчас иду в Данкин Донатс Хочу себе Коктейльчик Кого-нибудь теплый взять Замерз Что такое Данкин Донатс Я думаю вы знаете Это сетевая пончечная Здесь делают не только пончики Но еще и коктейли прикольные Всякие Молочные Кофейные Вот сейчас вам короче покажу Ой блять Такое Такое А ничего Давай без еды Пожалуйста Почечная Подожди А как пончик Так пончечная Тогда не почечная Выше трех Но мне действительно нравится Их дизайн код Он такой яркий Пестрый И плюс они делают Достаточно неплохие пончики И вот один из них Я себе купил Вы посмотрите Этот пончик Прям как из Симпсонов Разве не так? По-моему реально Выглядит неплохо Нет Аааа Это типа Чтобы оно не разливалось Ну типа Вот это технология Только зачем Вот такая штука Чтобы мешать Блять Ой бляй Дурачок Непонятно Ох Горяченький Пончики в Данкене Это примерно как бургеры В Макдональдсе То есть они неплохие Но конечно же Крафтовые бургеры Будут вкуснее В Данкене Прикольные коктейльчики Мне нравится эта сеть Несмотря на то Что она Село приехала В Аберию Чего уходить Меня скорее раздражает Тот факт Ох Черт Он всем в мире Демонстрирует Так осуждаю Я на туче Разманили Давай не воевывайся Твою половую ориентацию Потому что он хочет Свои политические взгляды Почему я не Бегаю С флажками Ээээ Блядь С какими флажками Я должен бегать О блядь Не стоит Даже думать об этом Наверное потому что Я не какой-то Политический радикал Я в принципе считаю Что если у твоего Движения есть какой-то флаг То здесь уже Каким-то сектантством Попахивает Ну я имею ввиду Там флаг Анархизма Или Так нахуй Я это пожалуй скипну Чела понесло Блядь Они кстати строят дома Вон пожалуйста Деревянные каркасы Может Тювек Себе только представить Какая будет слышимость В этом Почему они так делают Вы скажете У них зимы Типа теплее Нифига чуваки У них не теплее зимы Здесь очень холодно Я понимаю Там с Калифорнией Вы бы так ответили Но не здесь же Да Филадельфия За пределами центра Вообще пизда Как холодно Блядь Не самое конечно Райское местечко Но есть в Америке Блядь Конечно и похуже Что любопытно У них здесь Ну это не самый благополучный район И поэтому здесь везде Окна с решетками Но их любовь К стеклянным дверям Она необъятна У них стеклянная дверь А под ней Обычная дверь Просто для того Чтобы вставить стеклянную Все Потому что холодно Доброе воскресенье утро Господа Перед нами Десятое Пресвятерианская Церковь города Филадельфия Знать бы еще Что это означает Я просто прочитал название С гугл карт Тем не менее Сегодня воскресенье Раннее утро И появилась Невероятная возможность Наконец-то Поприсутствовать На утренней службе Я присутствовал на службу В католических церквях В православных церквях А вот в протестантских Я не был ни разу Интересно происходит Бля Фильм Нарезка фруктов Постоят Поют Давайте проверим Вот например Когда ты пердишь Бля, я ем Хочу модную Худе по типу Конфликтовок Или я емал козу Как больше нравится У меня будет мерь Чем на снабжице Пук Ого Это просто Фильм Только что было Реально Я не ожидал Я захожу А там играет музыка Блин, какая красота Очень, очень, очень Атмосферная Я впервые поприсутствовал В протестантской церкви По сути Да, это протестантское Богослужение Вау Интереснейший опыт Да, на этапе монтажа Я для себя открыл Еще одну Уверовал сразу Пресвитерианство А это была Пресвитерианская церковь Течения в протестантизме Больше чем у католиков И православных Вместе с вятых В принципе Америка Это очень религиозная страна Одна из самых религиозных Где я был Хотя некоторым так не кажется Потому что Настолько прогрессивная нация Все вот эти парады Отказ от культуры Пересмысление культуры Все вот эти Нетрадиционные отношения Подростки Которые кромсают себе Лишние куски тела Кажется, что эта церковь Все не поддерживает Уверяю вас Протестантская церковь Вообще идет Нога в ногу С этим прогрессом И тенденциями Да Почему так происходит На мой взгляд Потому что В принципе Протестантская церковь Она сама По своей сути Прогрессивна В свое время Она Поворола традицию Она выразила протест Короче К католической церкви И отсоединилась от нее Она в сути своей Бунтарская Совершенно не консервативная Короче И постоянно Дальше будет духота Дальше пойдет Блять Жрать пончики Какие-то Панкейки Это нам нахуй не надо Вот Ну и что-то в конце Он скажет Наверное Это очень дешево Нифига тут уютно Очень красиво Вот такая прям Мирная Тихая среда Ребят Я вам говорю У него скоро Выходит видео Из Нью-Йорка Вот там будет Еды пиздец Там-то мы и посмотрим Там буду и я тоже Дегустировать Всякую Хероту Которую мы ели После которой Я дома срал Жестко Притом Достаточно чисто Солидарность Да Солидарность Это хорошо Бар Бомбон 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 Бля Я безумно Счастлив Что Филадельфию Ехал с настолько Заниженными Ожиданиями Когда не ждал Ничего хорошего Потому что При таком раскладе Все что лучше Чем очень плохо Уже тебя удивляет А объективно Хорошего Филадельфии было Очень много Богатейшая история Огромная масса Памятников Архитектуры Отличная кухня Поездка Того стоила И я бы С удовольствием Туда вернулся На этом я с вами Прощаюсь И иду монтирую Видео из Нью-Йорка Где 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 Блядь